для развития туризма. Но самое главное и для развития нашего института. При нем курсы были переведены в Институт повышения квалификации Госкомтуриста, были очень много интересных мероприятий и так далее. Поэтому я надеюсь, что вы примете также определенное активное, так сказать, участие в проведении вот такой маленькой, ну, скажем, научно-практической конференции, которая пройдет в стенах нашего института в период недели туризма в сентябре месяце, конкретно могу сказать 22 сентября, которая будет посвящена вот именно 90-летию и вопросам развития туризма. Потому что личность этого человека очень связана и с нашим институтом, и с вашей ассоциацией, потому что много-много было полезных дел сделано. Вообще вот я был у вас на предыдущей отчетной конференции, которая была 17-го. Вы для них делаете? Февраля, сегодня 20-е февраля. Я вот когда ехал сюда и все время думал, а вот вы представляете, так сказать, завод, какие колоссальные произошли изменения, значит, много событий и так далее и тому подобное. Вот в прошлом году мы, когда, значит, я был на съезде, Российском съезде Союза ректоров России, вот было много интересных, так сказать, обсуждений. Я как раз участвовал в работе секции, там, по, как говорится, политическому, идейно-политическому, трудовому, нравственному воспитанию молодежи. Тогда очень много говорилось. И вот тогда, знаете, вот было сказано, и по закону это записано, образование – это есть воспитание и обучение. И вот я хотел бы сказать, что действительно деятельность и нашего института, как раз, да и всех высшей школы, да и любой школы, которая как раз и заключается в первую очередь воспитание и обучение. Поэтому вот ваше направление работы, вот сегодня, вот мы пока вместе вот готовились, значит, к началу вашей конференции, много было очень интересных обсуждений, значит, потому что как будет туризм развиваться, какие проблемы сегодня есть. Я думаю, вы на этом разберетесь сами, какие есть интересные, так сказать, направления в развитии, направления работы, так сказать, ассоциации. Поэтому действительно очень и очень многое будет меняться. И самое главное, что вот второй, третий квартал, как раз из-за санкций, там, многих других, так сказать, направлений России будет испытывать очень тяжелые, так сказать, серьезные испытания. Они будут касаться не только, так сказать, вот работы сферы туризма, но и высшей школы, потому что мониторинг, которые вы, наверное, слышите, идут к тому, что, значит, это самое, только усугубляется иногда работа высшей школы по подготовке. Но хотел бы сказать, что вот Россия, когда присоединилась к баллонскому процессу, из первого места в мире, да, мы отпустились на 46-го. Вот вам, пожалуйста, один из конкретных примеров поступательного движения в какую-то, так сказать, сторону. Поэтому очень много, так сказать, интересных, так сказать, моментов, а также, наверное, тех, ну, как бы сказал, к чему надо нам быть готовым и вырабатывать те или иные, так сказать, направления. Вот мы вот обсуждали там выработку профессиональных стандартов, в том числе, так сказать, вот и у вас по направлениям, так сказать, переводчиков, гидов там есть. Вот мы обсуждаем проблему профессиональных стандартов, значит, деятельности работников турфирм там и других направлений. Поэтому есть о чем поговорить, есть о чем, какие подвести итоги, а самое главное подумать, а как же мы будем дальше жить. Ну и вот самое главное, что вот я говорю, я сегодня ехал, я, честно говоря, не знал, что у вас юбилейная 20-я, так сказать, конференция, вот, но я знаю, что всегда надо приезжать с определенными, как говорится, подарками, с подведением итогов, и я сегодня вот хотел бы, значит, вручить... У меня тут целый пакет. Ну, во-первых, Московский государственный институт индустрии и туризма имени Сенкевича награждает грамотную ассоциацию гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров президент Осипов Александр Вячеславович за многолетнее плодотворное сотрудничество по профессиональной подготовке и патриотическому воспитанию современных кадров для индустрии, туризма и гостеприимства города Москвы в год 70-летия победы... Не уходи. А также, ну, не видно, так сказать, поверьте, здесь такой маленький земной шарик внутри эмблемы института гид имени Сенкевича. Пускай все время напоминает о том, о нашей связи и совместной работе. Я хотел бы передать ассоциации вот такую книгу Степанова «Храмы с коронами на крестах». Вот чем интересен этот альбом, здесь собраны различные, так сказать, соборы, церкви, кресты. И вот оказалось, кто такой Степанов? Он обратился к нам в институт о том, чтобы вот дать заключение на этот сборник и может ли он быть использован в учебном процессе. Очень шикарный человек сам заинтересовался этими вопросами. Почему на крестах есть, так сказать, короны? Почему, так сказать, они были? Как строились там и так далее? То есть вот это можно использовать, значит, и по реорганизации экскурсий. Вот, если будут какие-то предложения, вот, по совершенствованию, значит, мы дали заключение, и сейчас готовится очень интересное, так сказать, здание. Здесь половина вот этих соборов, церквей, которые, так сказать, есть, они города Москвы и Московской области. Очень интересный, полезный экземпляр. Ну и совсем маленькие, так сказать, это поздравления всех. Значит, ну, знаете, раньше был День Красной Армии, да, 23-й. Потом День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня День Защитников Отечества. Я так понимаю, сегодня мы все защитники Отечества. Поэтому каждый для себя понимает этот праздник. Я, например, все-таки воспитан был в ту эпоху, для меня это День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Но здесь написано День... Поэтому я хотел бы пожелать работе вашей конференции успехов, и надеюсь, что, так сказать, в дальнейшем вот такие наши взаимоотношения будут крепнуть и развиваться. И мы, по крайней мере, в плане подготовки кадров будем также совершенствовать и нашу работу. Удачи вам! Спасибо огромное! Я сейчас соберу все. Спасибо. Вот вы понимаете, теперь, кого надо в гости приглашать. Вот пришел человек, сразу подарков принес. Так много. Я думаю, что и особенно ценен подарок именно профессиональный, поскольку вот эта книга действительно может быть очень интересна для всех, для нас, в плане конкретной совершенно работы. Ну и поскольку вот тут и поздравления, и все остальное пошло, то я хочу воспользоваться случаем еще раз, поздравить всех с наступающим нашим профессиональным праздником. И, кстати говоря, не только я вас поздравляю, нас поздравляет Международная Федерация Ассоциаций Гидов. Только что прошла конференция, конвеншен всемирный, называется WFTGA. Вот они прислали нам поздравления. Поскольку мой английский не силен, я пригласил человека с хорошим английским, чтобы зачитать это пригласил. Ну вот у нас завтра, 21 февраля, Международный День Туристического Гида. И Всемирная Федерация Туристских Ассоциаций, или Ассоциация Туристических Гидов, она обращается ко всем гидам по всему миру вот со следующим, ну не то чтобы призывом, а с поздравлением. 30 лет существования в Международной Федерации Туристов Гидов. В течение 30 лет существования Всемирной Федерации Ассоциаций Туристических Гидов, день ее основания празднуется по всему миру как Международный День Туристического Гида. Мы проработаем нашу специфичность и квалификацию, нашу профессионализм и хумор, культурную чувствительность и фактические комментарии. Мы продвигаем специфичность нашего конкретного региона, нашу квалификацию профессионализм и хумор, культурную чувствительность и фактический комментарий. Мы рады намного, чтобы показать всем нашим гостям, что мы должны дать нам на коуч-туре, на городах, на музеях, на натуре, на наблюдениях и на других случаях. Нам нравится наша работа, и мы хотим показать всем нашим гостям, что мы можем им предоставить на автобусных турах, пеших прогулках, в музеях, в природных заповедниках и в других случаях. The qualified guide will be your interpreter for the national or regional heritage. Квалифицированный кит будет вашим проводником по национальному или региональному наследию, достоянию. By visiting unknown places with a specialist, you will understand better the customs and traditions of the visited place, presentations of our colleagues from A to Z, around the globe, and in all variations. Come along and enjoy this street. Посещая незнакомые места со специалистом, вы лучше поймете традиции и обычаи того места, которое вы посещаете. Презентации наших коллег от A до A по всему миру и во всем его многообразии помогут вам по-настоящему насладиться вашим посещением. Александр Вячеславович, передаю вам эту ценнейшую бумагу. Спасибо. Надеюсь, что она закончена. Спасибо большое. Ну вот, еще раз поздравляю всех с наступающим нашим праздником и позволю себе тогда пригласить наших еще гостей, которые хотели выступить. Значит, еще раз обращаюсь ко всем. Прошу всех быть максимально внимательными и максимально краткими, потому что у нас не очень много времени. Значит, сегодня у нас присутствует представитель нашего знаменитого предприятия Ломоносовский фарфоровый завод господин Поляков Станислав Оревич, заместитель генерального директора, обращается к вам с обращением. Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо за приглашение. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником и с наступающим на нас праздником 23 февраля. Наш завод, Императорский фарфоровый завод, в сентябре месяц отметил 270-летие. Старейшее предприятие России, одно из старейших предприятий Европы. Ну, коллекции нашего завода это подлинное достояние страны. Наши коллекции представлены и в Пушкинском музее, и в Лувре. Кроме того, в Эрмитаже целый зал посвящен нашим коллекциям. Уже более 100 лет наш завод находится также на рынке туристических услуг. Первые экскурсии по заводу были в конце 19 века. За последние 15 лет в Санкт-Петербурге очень наладилось партнерство между заводом и гидами-экскурсоводами. У нас отлаженная система, гиды приводят экскурсии, мы выплачиваем до 15% от покупок, сделанных экскурсантами. Теперь перехожу к родному городу, к Москве. Около 4 лет назад на Кутулском проспекте, дом 17, мы открыли галерею фарфоры и фазе. Это здание расположено прямо на пересечении Дорогомиловской улицы к Кутулского проспекту. То есть автобусы, которые едут от Бородинской панорамы или на коллекции царских времен агит, фарфор. Там есть еще дешевые сувенирные продукции, которые с удовольствием покупают туристы. Но чтобы было понятно, наши скульптурки начинаются от 250 рублей. Мы приглашаем вас к себе посетить, пожалуйста, наше помещение. Мы сможем с вами обсудить дальнейшее сотрудничество. Мы можем быть очень интересны для гостей Москвы, поскольку помимо того, что мы проводим бесплатные экскурсии по галереи, у нас еще есть мастер-классы, у нас регулярно проводятся схематические выставки. Так что пришлем вас, мы работаем с 10 утра до 10 вечера 7 дней в неделю. И у ваших раздачных материалов есть наши реквизиты. Спасибо вам большое. В конце прошлого года мы открыли новую сцену, расположенную на Олимпийском проспекте, в бизнес-центре Diamond Hall, вместимых в тысячи мест. Абсолютно уникальное пространство, где будет представлено и уже идут театры, особенно я бы хотел заострить наше внимание на собственном проекте театра, а именно русское национальное шоу на льду «Птица счастья». Если говорить о... Многие из вас, я думаю, знают шоу «Кострома», проходит гостиница «Космос». Если сравнивать эти проекты, хотя я бы и вообще не сравнивал, потому что наш проект гораздо более проработан, учитывая, что он объединяет себе и русские национальные традиции, и, так скажем, катание на льду на высочайшем классе. высочайшего класса это может быть очень интересной программой для наших гостей и гостей нашего города. Более того, у нас есть также малая сцена, на которой мы с радостью представляем вам интерактивные программы для групп до 100 человек. Программы с громкими названиями, с русским размахом, душа на ладони, а также календарь православия, построены на основе традиционных народных обрядов и с вовлечением в них зрителей. Мы умеем встречать наших дорогих гостей, как положено на Руси, в лучших традициях, так сказать, Казьи Жене Георгиевны. И будем очень рады представить вам все наши программы. Мы специально для вас изготовили буклеты и флайеры. Сегодня они здесь есть, вы можете взять их в поле. Вся информация, подробности описаны, описывают наши программы, наши возможности. Также мы приглашаем вас и посетить наш театр, новую сцену, большую сцену на Олимпийском, 24 февраля, уже очень скоро, будет сольный концерт Надежды Георгиевны и ансамбль «Русская песня». Еще одна программа 21 апреля этого года это «Баян Микс Шоу». Тоже так же подробно можно все прочитать на сайте, у нас еще, к сожалению, мало сегодня времени, прочитать на сайте театра. Что касается работы с гидами, то мы сотрудничаем, значит, от продажи билетов гиды получаем 20%, вот от 20% с продаж билетов. Все зависит от группы, от размера группы, в индивидуальном порядке мы можем все это дело обговорить, все наши координаты, контакты мы оставим. Спасибо вам большое за внимание. Будем очень рады приветствовать вас на новой сцене и на малой сцене. Поверьте, нам есть что показать нашим дорогим гостям. Спасибо вам большое. Спасибо. Господа, я с удовольствием предоставляю слово господи Ольге Ткачевой, бренд-менеджеру «Флотилии Рэдисон». Добрый день, уважаемые друзья. Также хочу присоединиться уже ко всем поздравлениям с вашим выступающим профессиональным праздником. Хотела бы представить ваше внимание «Флотилии Рэдисон Ройл». Вот уже на протяжении пяти лет, чуть больше даже, начиная с ноября 2009 года, «Флотилия Рэдисон Ройл» совершает прогулки по Москве и реке круглый год, зимой и летом. Являясь поэтому уникальным проектом не только в России, но и в принципе во всем мире, предоставляя возможность совмещать осмотр достопримечательностей города с полноценным ресторанным обслуживанием. За все время нашей работы «Флотилия Рэдисон» завоевала неплохой популярность среди как жителей города, так и гостей. Конечно же, наша деятельность не проходит без поддержки и помощи наших партнеров, постоянно представляющие услуги и возможности «Флотилии» как уникальный проект в рамках нашего города. С прошлого года мы также начали работать с вашей ассоциацией, поскольку являемся интересным объектом для осмотра города и осмотра основных достопримечательностей. Если раньше, первый год нашей работы мы начинали с одного причала и пяти яхт, построенный в 2009 году, то сейчас у нас уже два причала. Это причал гостиницы Украины и причал Паргорького. У нас два маршрута, стандартный круиз продолжительностью два с половиной часа и экспресс-круиз с отправлением от причала Паргорького, который длится полтора часа, что также удобно многим туристическим группам и гостям. У нас 10 яхт с разным классом обслуживания. Это салон в основном зале, это первый класс на пяти яхтах и также у нас в этом году появился ройал-класс на отдельной яхте Монтана. На наших яхтах представлено две кухни. Это итальянская кухня в лице шеф-повара Ренда Стропата и авторская с русским уклоном в ройал-классе на отдельной яхте в лице Николая Бухнова. Вся информация о нашей деятельности, более подробное, расписание, маршруты, различные акции, которые у нас проходят, тематические фестивали, вы можете найти в том числе и на сайте ассоциации, либо на нашем сайте ready-sand-fiz-cruiz.ru. Также, возможно, будет для кого-то удобнее записать телефон, который был создан специально для работы с гидами, с тем, чтобы обсуждать все возможности и механизм сотрудничества, обсудить те условия, с которыми мы готовы с вами работать. Возможно, даже те, кто не был на наших яхтах, организуем совместную прогулку, все расскажем, все покажем. Если вам удобнее, я продиктую телефон, чтобы сразу записать 8-926-097-88-85. И мои коллеги с удовольствием разговаривали. 8-926-097-88-85. Надеемся, что в этом году мы также продолжим и только усилим наше сотрудничество. Спасибо большое. Господа, у нас присутствует наш замечательный коллега, генеральный директор Интуриста, господин Леонид Мармин. Его слово. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех участников юбилейной 20-й конференции Ассоциации гидропереводчиков-экскурсоводов. Надо сказать, что если мы уже сегодня говорим об юбилеях, этот год юбилейный 70-летие Победы Великой Отечественной войны. 270 лет исполнилось императорскому флотовому заводу, 50 лет гид, я знаю, что 49 в этом году. 25 лет исполняется Ассоциацией гидопереводчиков и 30 лет, по-моему, мировой ассоциации гидропереводчиков. В прошлом году компания Интурист отметила свой 85-летний юбилей. И надо сказать, что основанная в 1929 году компания Интурист стояла у истоков туристической индустрии, была компания, принадлежащая государству, и до начала 90-х сохраняла монополию в этой сфере. С 2011 года Интурист входит в группу компании Thomas Cook, второй в мире одной из самых крупнейших туристических брендов. И я еще раз хочу поблагодарить всех присутствующих в зале. Я думаю, что здесь присутствует немало людей, которые работали в свое время в Интуристе. Многие из вас продолжают сотрудничать, как штатные сотрудники, так и внештатные. Будем рады продолжению этого плодотворного сотрудничества. Надо сказать, что работа гидов-переводчиков для компании Интурист является очень важным звеном. Вы находитесь на фронтальной линии общения с нашими клиентами, с туристами. К сожалению, последний год был непростым для туриндустрии в целом. Геополитическая обстановка, экономическая ситуация и все, что происходит в мире, естественно, влияет на туристические потоки. И наша задача удержать определенные позиции в это непростое время. Тем не менее, мы с большим энтузиазмом смотрим в будущее. я думаю, что все проблемы должны быть решены в ближайшее время. Иностранные туристы будут продолжать приезжать в Россию, в Москву в том же объеме. Добавлю еще один момент. Вы понимаете, что те обстоятельства, которые повлияли на снижение потоков иностранцев в Россию, естественным образом, сказалось, на повышение потока внутреннего туризма. И мы, как и все другие туристические компании, пытаемся перестроиться. Я думаю, что уже в этом году мы начнем более интенсивную работу с внутренним рынком по привлечению туристов из региона в Россию, в Москву. Естественно, ваше участие нам тоже очень важно. Еще раз благодарю вас за ваш труд, за ваше умение, за энтузиазм и за опыт и профессионализм. Спасибо большое. Спасибо. Господа, ну что же, я, друзья, скажу вам, у нас должен был быть по традиции председатель Комитета по туризму правительства Москвы Сергей Павлович Спелько. К сожалению, его вызвали к руководству, он звонил, сказал, что будет стараться все-таки успеть до конца конференции приехать, так что надеюсь, что мы его все-таки еще увидим. На всякий случай передаю вам от него привет и поздравления. И я думаю, что все решения конференции и все эти вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, я до него доведу, и мы с ним их в обычном рабочем, дружеском и очень плодотворном, так сказать, ключе обсудим и будем стараться выходить на какие-то нужные решения. Теперь позвольте, значит, по повестке дня, дальше я перехожу к выступлениям уже наших участников конференции. Первое выступление мое, поэтому позвольте его начать сразу, не откладывая. Я постараюсь быть максимально кратким. Начну с нескольких цифр. На сегодняшний день у нас 23, имеется в виду действующие люди, подтвердившие свое участие и уплаты фенских вносов, и получением кремлевской карточки и других видов аккредитаций. Экскурсоводов 450. Нас покинули по разным причинам 60 гидов и 50 экскурсоводов. К сожалению, у нас много людей уже серьезного возраста. Вот, в частности, покинули нас в этом году, при ней в прошлом году Ольга Шматова, Галина Садыкова, Анатолий Личкин. Думаю, что может быть еще кто-то есть, кого я не успел отследить. Прошу почти дик памяти. Спасибо большое. Спасибо. Ну и на смену приходят новые. У нас в этом году пришли в профессию 39 гидов и 93 экскурсовода. Это люди, которые прошли нулевой курс обучения, получили первичную аккредитацию в комитете при экспертном совете при комитете по туризму. Ну и для информации хочу вам сказать, что год прошедший 2014 был, конечно, очень сложным, но за счет инерции, которая существует в нашей профессии, он все-таки был неплохим. Я думаю, что все вы отметили, что, в общем, по большому счету объем работы в 2014 году не сильно, так сказать, отличался в негативную сторону от предыдущих годов, хотя некие, так сказать, некие проблемы все-таки присутствовали. К сожалению, это, наверное, совсем не та картина, которая нам предстоит в 2015 году, но будем надеяться, что все постепенно рассосется. Сегодня туристический рынок в нашей стране переживает очень сложный период, как все говорили, и в частности, вот переход на значительной степени на рельсы внутреннего туризма, который, наверное, не совсем был готов к этому переходу, но старается очень быстро и по возможности оперативно и качественно перестроиться. Я могу вам сказать, что я вот только что был в Сочи, и признаюсь вам, что искренне говорю, я уже не понимаю, зачем ехать кататься на лыжах в Австрию. То есть, такая работа колоссальная была проведена в Сочи. Так все здорово сделано, во всем есть, всегда можно найти недостатки, во всем можно найти какие-то проблемы, но то, что было сделано в Сочи за эти годы, это просто потрясающе. Вот я сравниваю с Дубаем, когда мы восхищались тем чудом, которое произошло в Дубае, где из пустыни поднялись эти небоскребы, возник этот великолепный город, такой броский и привлекательный. Я вас уверяю, что посещение Сочи и Олимпийской деревни, и Красные Поля, наверное, и Роза Хутор, и всех остальных производит, мягко говоря, не меньшее впечатление. А уж дороги, туннели, вся инфраструктура, которая была построена, это просто потрясающе. Надеюсь, что вот эта первая ласточка настоящего мирового уровня курорта, который, к сожалению, сегодня еще не так задействован, как хотелось бы, конечно, люди еще постепенно все это раскачиваются, но я надеюсь, что мы постепенно будем двигаться в этом направлении. Тут, конечно, огромное поле для деятельности наших коллег-экскурсоводов, но думаю, что и гиды не будут отставать. На сегодняшний день у нас самый опытный гид 1926 года рождения, а самый молодой 1994 года рождения. Так что прошу им поаплодировать. Это наше как видите, у нас замечательные совершенно кадры. В 2014 году отпраздновали свое 80-летие 5 коллег, 70-летие 20 коллег, 60-летие 37, 50-летие тоже 37, 40-летие 35, 30-летие 18 и 1 20-летие. Всех искренне поздравляем. Перейду к более таким прозаическим вещам правление в течение всего года продолжало свою обычную техническую деятельность. Мы обсуждали все вопросы, которые возникали у нас, и общение с музеями, и переподготовка, и подготовка гидов, и разные проблемы, которые возникали с различными туристическими компаниями, в которых попытались каким-то образом повлиять на взаимоотношения с работодателем или решить какие-то, помочь решить какие-то финансовые проблемы нашим коллегам. Значит, естественно, мы продолжали свою работу в области того, что называется законотворчества. Как вы знаете, ассоциация еще в начале 90-х годов выступила инициатором создателя, создания той системы аккредитации, аттестации и аккредитации гидов и экскурсоводов, которые сегодня у нас существуют. И как вы знаете, эта система аккредитации до сих пор не имеет отражения в законе о туризме. Я еще раз напомню, что в законе о туризме профессия гида определена как профессионально подготовленное лицо. Точка. К сожалению, вот те два слова, которые мы уже много лет пытаемся добавить в этот закон, профессионально подготовленное лицо, запятая, прошедшая аттестацию, которая дала бы возможность уже, так сказать, применить какие-то подзаконные акты в виде положения или какого-то иного технического приказа, допустим, Министерства культуры сегодня или Федерального агентства по туризму, которое является сегодня одним из подразделений Министерства культуры, которое эту всю систему благословило, мы надеемся, что они не будут ее менять, во всяком случае, вся наша деятельность направлена именно на это. И я, и мои коллеги, мы участвуем в бесконечном количестве всяких заседаний экспертных советов, начиная от Совета Федерации, Госдумы, Общественная Палата Российской Федерации и так далее, и так далее. Конечно же, очень тесно сотрудничаем с Комитетом по туризму, с которым полное взаимопонимание по этому вопросу. К сожалению, опять-таки, ну, как мне кажется, люди, не очень понимающие проблему в правительстве, стараются этот процесс затормозить. В очередной раз правительство дало негативное заключение на предложение Совета Федерации включить вот эти слова в новые поправки в закон. Мы с этим активно боремся, пишем различные письма, обращаемся к различным инстанциям с тем, чтобы объяснить и показать, насколько эффективно, насколько правильно и необходима вот та аттестация и та защита нашей профессии, которая сегодня существует в Москве, ну и в той, в другой немножко форме, на основе нашей концепции в Санкт-Петербурге и в некоторых других городах России. Очень надеемся, что вот в течение этого года, опять-таки, это надежда уже не первый год я здесь озвучиваю, очень надеемся, что в течение этого года этот вопрос снова будет вынесен на рассмотрение Государственной Думы и будет принято положительное решение. Во всяком случае, мы все силы на это уже бросили и продолжаем работать в этом направлении. Ну, не буду вас утомлять долгим причинением всего всех вопросов, которые мы обсуждаем. Скажу только, что у нас сегодня, можно сказать, действительно праздничный год. Праздничный еще и потому, что, я вам уже говорил в прошлом году, в ноябре этого года Москва будет принимать конвеншен, так сказать, съезд Европейской Федерации Ассоциаций ГИДов. Для нас это большая честь, это действительно, я надеюсь, будет праздник работников нашей профессии и наш общий праздник. Мы должны постараться сделать максимум для того, чтобы все это мероприятие прошло идеально. Конечно, тут много технических составляющих и мы для этой технической работы естественно будем привлекать профессионалов и специалистов, но и я к вам обращаюсь, я надеюсь, еще другие члены правления, которые будут выступать, тоже обратятся к вам с такой просьбой и с таким призывом. Я считаю, что мы, как профессионалы и как коллеги, должны не просто принять красиво наших друзей из Европы. Кстати говоря, мы были сейчас нас на съезде Европейской Федерации в ноябре и я, честно говоря, я туда ехал с опасением, думал, что вот такая нагнетается антирусская истерия во всем мире, в частности в Европе, что наши коллеги могут испугаться и сказать, что они не поедут или по каким-то политическим мотивам не желая там ссориться со своими европейскими инстанциями, с которыми они тоже активно работают, пытаясь там решить свои проблемы Европейского Союза, что они могут отказаться и был очень приятный удивлен, что тем энтузиазмом, с каким все наши коллеги откликнулись, более того, мы сейчас были на Конгрессе Всемирной Федерации Ассоциации, которая нам прислала поздравления и на этом Конгрессе мы даже обратились ко всем нашим коллегам, сказали, что если даже вы не гиды европейские, если хотите, все равно приезжайте, Федерация Европейская не возражает, так что я очень надеюсь, что у нас будет много гостей в ноябре. Я еще раз говорю, что я обращаюсь ко всем, считаю, что мы должны все наших гостей бесплатно и качественно принять, я имею ввиду, работу гидов. Все-таки это вот традиция такая, что гиды принимают своих коллег и что они работают бесплатно. Есть разные мнения по этому поводу, вы тоже, пожалуйста, выскажите, что вы по этому поводу думаете. Но я думаю, что это будет прекрасный случай для того, чтобы поддержать и каким-то образом прославить нашу профессию, это очень, я считаю, морально важно и приятно должно быть для каждого из нас. Что касается вот этого мероприятия, именно поэтому я хотел обратиться ко всем к вам с просьбой. вы сами понимаете, что все переговоры и всю подготовку по проведению этого мероприятия ведет нынешний состав правления. И так случилось, что вот мы планировали это провести в 2014 году, но, к сожалению, вот это мероприятие было отодвинуто на 2015, поэтому вот мы не рассчитали и таким образом получается, что сейчас должен быть выбран новый состав правления, а этого делать в теме и все уже работают и было бы, по-моему, глупо, вот, как сказать, на переправе к ней менять. Поэтому я сейчас по окончанию своего выступления сразу же поставлю на голосование вопрос о переносе выборов нового состава управления и, соответственно, президента ассоциации на следующую конференцию. Я думаю, что это будет логично и ничего страшного нет. Мы, как высший орган нашей ассоциации, конференция, имеем право принять любое решение, в том числе и, ну, так сказать, вот в таком локальном порядке, противоречащи нашему уставу, будет у нас вывод выбора, но не противоречащийся, неважно. Короче говоря, выбора перенести на следующий год, я надеюсь, что это предложение вызовет, ну, так сказать, будет вам поддержано. Последнее, что хотел сказать, мне очень приятно, что в этом году в составе управления появились люди, которые очень активно и очень, так сказать, там, с энтузиазмом взялись за работу, в том числе, очень люди молодые, приятные, я надеюсь, что они сегодня выставят перед вами, расскажут вам, в частности, и в нашей поездке в Прагу. Очень надеюсь, что вот те выборы, которые пройдут на будущий год, приведут в правление еще более грамотных, приятных, милых, активных людей с энтузиазмом, относящихся к нашей профессии и к нашему общему делу. Не хочу задерживать вас дольше, если будут какие-то вопросы, я думаю, что все мы знаем о существовании нашего сайта, вся информация техническая на сайте находится. Прошу вас, да. Какие даты ноябрьские даты с 17 по 22? С 17 по 22. Естественно, вся эта информация скоро будет подготовлен в специальный сайт, если хотите, я в двух словах скажу. Дело в том, что эта конференция, на нее записываются все люди в индивидуальном порядке. Поэтому вот сейчас находится в разработке сайт специальный, на котором будут записываться люди и мы будем примерно отслеживать количество участников, которые приедут. На этом сайте будет полностью вся программа, вся информация. Опять же, конечно, все коллеги мы и все заинтересованы в том, чтобы все было красиво. Если у кого-то есть какие-то предложения, интересные мысли по приему наших гостей, милости просим. Но сначала надо будет ознакомиться с той программой, которую мы уже обсуждали. Вот, в частности, сейчас видите, какие новые повороты. Вот пришел представитель театра Надежды Баткиной. Вы знаете, мы запланировали прием этих гостей в гостиницу «Азимут», бывшая пенто-олимпик, помните, рядом с Олимпийским стадионом. А этот театр буквально рядом. И сейчас сразу на ходу возникла мысль, почему какое-то мероприятие этого конгресса не провести у них в театре со всем этим великолепным спектаклем. Тут очень много всяких вариантов, поэтому прошу всех об этом подумать и активно принять участие в подготовке этого конгресса. Я думаю, что и тут еще наши члены права и выступят по этому поводу. А я благодарю вас за внимание и еще раз поздравляю всех с праздником и очень рад всех видеть. Спасибо еще раз, что вы пришли. Сейчас передаю слово нашему... А, да, извините, да, вопрос поставлен на голосование, забыл уже. Значит, формулирую его таким образом. Кто за то, чтобы перенести выборы нового состава управления и президента ассоциации на 21-ю конференцию в связи с проведением осенью 2015 года Конгресса Федерации прошу голосовать. Спасибо большое. Кто против? Кто воздержался? Спасибо большое. И таким образом я констатирую, что выборы у нас будут на будущий год, а я передаю слово нашему почетному президенту, господину Шнаймину, а где он, кстати. А он, кстати, и вышел. Тогда позвольте мне предоставить слово нашему вице-президенту госпоже Марине Дмитриевне Кресовне. Прошу. Можно? Здравствуйте, коллеги. Мне так странно на этой конференции я предпочитала бы, чтобы все коллеги, которые меня знают, все-таки называли меня и думали обо мне, как о Марине Кресовой. Я только хотела бы добавить, что у нас такая национальная традиция ничем особенно не хвастается. Я надеялась, что Ёжик выйдет и похвастается, но Саша избежал вот этого очень важного момента, Ёжик иди, когда надо похвастаться нашими достижениями, потому что, хотя Саша и пожаловался на то, что законодательные федеральные власти и соответствующие эксперты не идут нам навстречу и не включают вот эти заветные слова лицо, прошедшее аттестацию, потому что у них гораздо более сложные проблемы. Как вы знаете, была череда банкротства, они сейчас занимаются поправками в законодательство и рассматривают, на мой взгляд, только механизмы спасения наших с вами сограждан при путешествиях за границу, то есть это вот эти фонд помощи там и так далее, и так далее. Поэтому это такая мелочь, которую надо добавить вот буквально, чтобы наша профессия обрела, ну, как бы защиту. Это все уходит на задний план, но я сейчас не буду говорить, потому что Ёжев, я хочу, чтобы Ёжев сказал, потому что он больше всех над этим работал, именно и в идейном смысле, и в техническом смысле. Были приняты стандарты Министерством труда и социальной защиты и подтверждены Министерством юстиции, без этого такие стандарты не принимаются. И вот в этих стандартах, Ёжев сейчас расскажет, я поэтому не буду, совершенно отражена полностью наша система, полностью наша система подготовки вот этого профессионального лица, то есть у нас с вами аккредитации, всех прав, и так далее, и так далее. И это стандарты Министерства труда и социальной защиты. Это очень важно. Вот с этого, это только что было сделано, это буквально вот было сделано, ну, 13 января это было подписано. Очень многие профессии, которые проигнорировали эту работу, а мы не проигнорировали, очень многие профессии, например, журналисты, они опомнились только тогда, когда они поняли, что они в эти стандарты не вошли. И это очень-очень многие другие профессии. Так что мы сейчас в этих стандартах, с этого можем начинать, как бы другие вещи. Поскольку мы были, нам пришлось поехать, и сначала мы были в Берлине на европейской конференции, потом мы поехали в Прагу. У нас была, кстати, большая делегация, и, надеюсь, Ольга Рыбакова или что-нибудь расскажет. Это было беспрецедентно и совершенно потрясающе, когда столько наших русских гидов, ну, московских, в общем-то, были на этой конференции, общались с коллегами, и это было так радостно и как-то очень здорово. И видно было, что мы часть вот этого большого сообщества. Так что мы были очень много вот на этих конференциях, много чего слушали, и самое главное, о чем они говорят, и самое главное, в чем они нам завидуют, что у нас есть эта система регулирования работы гида. Практически во всех странах, поскольку Европейский Союз, у них практически все это снято. И они только могут сказать, вот моя квалификация, вот я отучился, вот у меня подтверждение, что я квалифицированный. Но более ничего, неквалифицированный человек точно так же может проводить экскурсия. И осталась Австрия, а Россия просто, вот, как такой хороший пример. Может быть, поэтому нас еще и принимают наши коллеги, потому что они понимают, что это как бы результат борьбы, понимания в этой стране тех структур, которые сопряжены с туризмом, и наша заслуга. И оказалось, что на скольких конференциях мы ругали Кремль с его регламентациями, с его, как мы считаем, несправедливыми отношениями. Но нашу профессию держат именно музеи. Как только музеи отошли были, отойдут, мы станем такими же, как бы, как все. У нас не будет вот этой регулируемости, а это наши защищают. Мы с Сашей были на координационном совете, который проходил в мэрии, выступали все люди, как бы московские, самые высшие все органы, включая Московскую Думу, а там новый руководитель. И обсуждалась, конечно, китайская проблема. Этот молодой, симпатичный, новый руководитель Московской Думы, не было никакой фамилии. Он с таким энтузиазмом сказал, мы урегулируем работу этих гидов китайских, имея в виду этнических китайцев. Мы урегулируем, мы заставим их купить патенты. И тогда они купят патенты и будут проводить экскурсию. Как вам это нравится? Недоработка нашего правления и нас в том, что мы должны сейчас обязательно встречаться с Московской Думой и объяснять им, почему этого нельзя. Почему? Потому что вот, когда Миша Смитник зачитывал, specificity, это ужас, какое за слово, specificity они говорят очень часто, это именно, это то, что относится к нашему региону. Вот это то, что держит этого локального кида. Как этнический китаец может представлять нашу страну, наш регион и вообще наши проблемы это с достижением и так далее. Да никак. Поэтому надо работать более активно. Вот. Еще я быстренько скажу, вот в этом году проверки в Санкт-Петербурге, к сожалению, налоговых органов, что показали, что большие операторы показывают в своих отчетах своих расходов на гидов. И гиды восстанавливали около кораблей и спрашивали, какая у вас зарплата? Это спрашивали инспекторы вот этих налоговых служб. Какая у вас зарплата? Что вы получаете? И этих гидов бедных, в Москве этого не может быть, все-таки у нас не такая ситуация, эти гиды заставляли отвечать. Мы работаем за чаевые, мы работаем за комиссионные в магазинах. Я призываю, особенно молодежь нашу, потому что я не говорю о людях, которых уже прекрасно работает, и вообще наши звезды, которые уже оформили свою пенсию, ну молодежь. Но обратите внимание на форму работы, когда есть вот это индивидуальное предпринимательство. Любой, представляющий вам работу, любая фирма, вас возьмется руками и ногами, потому что они должны только заплатить, они отчисляют во всю причитающуюся вам зарплату без любых налогов. И вы сами потом выбираете заплатить 6%. И все. У нас есть такие гиды, и они работают, и замечательно чувствуют себя. И у них будет нормальная пенсия, у них будет нормальная отчетность, у них все будет нормально. Но обратите внимание, у нас много молодежи теперь, обратите внимание на это обязательно. Так, что ты хотела сейчас сказать? Да, переход на внутренний туризм. Вчера, например, нам позвонил водоход и попросил цены на экскурсоводов. Естественно, мы посоветуемся с экскурсоводами, узнаем, какие там цены. Но переходи продукт туристский свой на русском языке, и вы заработаете деньги нормальные. Потому что флотилия водохода наполовину будет сейчас загружена русскими. Русские с удовольствием покупают экскурсии, они с удовольствием слушают своих гидов. Единственное, надо, конечно, немножко преодолеть вот этот гидом, преодолеть сопротивление. Когда ты не хочешь говорить по-русски, у тебя не сложена как бы сама экскурсия на русском языке. И немножко углубиться в содержание, что мы иногда не делаем, потому что все-таки у нас такие обзорные вещи, такие более концептуальные вещи, которые мы излагаем людям, которые приезжают из-за границы. Пожалуйста, обратите на это внимание, мы переживем этот год спокойно. Еще, значит, я не знаю, может быть, будут уступать Инна Сухановская реестр. Очень хорошая вещь, замечательная. Над ним надо, надо работать. Но мы несерьезно относимся, у нас такой маленький, ущербный реестр. Если у нас тысяча гидов, я предполагаю, что должно быть хотя бы 800 человек, которые хотят свою фотографию, любого лучшего периода своей жизни, там опубликовать и написать свои контакты и телефоны, потому что чехи на этом держатся. На этом держатся все Европы. У них прекрасные реестры. Обратите внимание, в этом году мы опять будем делать. И обратите внимание, реестр должен быть гораздо более насыщенным. Его хотят туроператоры. Это тоже один из инструментов получения дополнительной работы. И все. Спасибо большое. Спасибо большое. Я хотел сказать, что действительно это проблема очень серьезная по поводу регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но призываю всех отнестись к этому достаточно внимательно. Дело в том, что из года в год меняется сумма, обязательное к отчислению в пенсионный фонд. Надо четко посчитать, достаточно ли будут заработки в течение года для того, чтобы оплатить эту сумму и не выйти уж, я не говорю про 6%, но хотя бы за 13%, которые являются обычной нашей налоговой базой. Дело в том, что, как вы, наверное, слышали, что в прошлом году огромное количество индивидуальных предпринимателей закрыли свою регистрацию именно из-за того, что была кратно увеличена вот эта сумма отчислений и пенсионный фонд. После этого были внесены некие корректировки, я, честно говоря, не очень это знаю, хотя сам тоже зарегистрирован, но еще на этот год не интересовался, какая будет сумма. Поэтому, да, слушай. Да, хорошо. В прошлом году индивидуальные предприниматели, у которых доход менее 300 тысяч в год и работающие на 6%, платили около чуть больше 20 тысяч в пенсионный фонд. На следующий год будем платить 21 тысяча. 21 тысяча рублей, значит, это вот обязательное отчисление. Просто вы должны понимать, что если вы заработали какую-то сумму, допустим, 300 тысяч рублей за год, то вы должны заплатить налог 6%. 6% от 300 тысяч, сколько получается? 6,3, 18. 18 тысяч. Но дело в том, что вы, заплатив 21 тысячу в пенсионный фонд, уже перекрыли эту сумму. И то есть вам налога уже никакого больше платить не надо. Но меньше, чем 21 тысяча, меньше того отчисления, которое вы обязаны внести в пенсионный фонд, вы заплатить не можете. Вот и все. Так сказать, вот это все должны просто понимать. Спасибо. Я предоставляю слово нашему почетному президенту Йожефу Шнайпе. Спасибо. Добрый день. Я, прежде всего, как всегда, каждый год начинаю с того, что всем я благодарен, которые приходят на конференции. Это означает вам не все равно, что делается, что представляет наша ассоциация. Так что вы те гиды, которые мы любим и уважаем. Это первое. Второе, то же самое. Я хочу, чтобы о чем последний, потому что для нас экономические вопросы, прежде всего, здоровье и туристы. Правильно? Это наш юридизм. И прежде всего, что касается налогов. Мне рассказал уважаемый генеральный директор воен-туриста, что специалисты, юристы работают на этим вопросом. Есть очень любопытные условия и продуманные. Поэтому я призываю гидопереводчиков, которые в штате в авиатуриста, чтобы активно подключились к этой работе, чтобы был приемлем такой результат. Господин генеральный директор готов принять ваше участие. Он заинтересован, в первую очередь, чтобы принять такой вариант, который приемлем для наших гидопереводчиков. Первое. Опять же, о работе. Что касается, действительно будет увеличение внутреннего туризма. Кстати, это делает и Венгрия, это делает все страны Европы, потому что иностранный туризм не только у нас, везде сокращается. Я предлагаю, мы уже о этом говорим несколько лет, то, что у нас есть учебный центр, у нас есть урожайные специалисты, искусствоводы. Им надо подготовить очень короткую программу. Именно, что касается специфики, и что касается именно работы искусствоводов. Она должна быть небольшая сумма, и все должны, и тогда мы будем уверены, если кто-то выйдет работать туристами, значит, русскими языками, что будет соответствовать квалификации и требованиям. Потому что, если пригласят вас один раз, туристы не будут довольны, вы знаете, какой результат, следующий раз на эту группу, что касается туристов России, вас не поставят. Поэтому я призываю руководитель учебного центра, наши коллеги, уважаемые искусствоводов, подготовить такой, значит, программу, соответствующую, я прочеркиваю минимальную сумму, и кто желает, естественно, кто желает, может пройти обучение на эти курсы и получить даже свидетельство по окончанию курсоводов. Это первое. Второе, что я хотел вам сказать, что, уважаемые коллеги, нам, у нас юбилей не только 20-й конференции, нам 25 лет. Наша ассоциация прогрессирована в апреле 1990 года международной комиссией госсовета. Так что, поздравляю вас, нам 25 лет. Я хотел бы, что действительно, по-моему, согласен и президент нашей правления, продумать какие-то юбилейные медали, и более того, что касается Ортега, мы должны это соединить. Я участвовал, значит, остался в Праге после, значит, после конгресса и тур, и поехал где-то 250, ну, более состоятельные гиды, переводчики в United States в Америке, в Канаде и так далее, и так далее. И они заявили, что готовы приехать на нашу конференцию качественного гостя. То есть, у них только будет приедут в ФЭК, и будем, соответственно, приглашение будет 25-летие Ассоциации гидопереводчиков. Более того, опять же, генеральный директор ВАОИ-турист только что милутром когда беседовал, предложил, что готовы предложить. Ну так, очень, так сказать, эксклюзивной цене. Тоже заинтересован, чтобы чем больше гидов приехали на этот ФЭК, соответствующий программу. Так что, наверное, экономическими вопросами закончил. Сейчас я перехожу к правовое. Что касается вот этого стандарта, я хотел бы подчеркивать, что его основная политическая и юридическая основа. Прежде всего, она была утверждена Министерством труда и социальной защиты. не знаю, поскольку вы знаете, Министерство труда определяет классификацию профессий. У них есть профессии. Так все профессии, которые существуют в Российской Федерации, официально, они утверждают. до тех пор, Министерство труда и социальной защиты не утверждает. Допустим, у нас турменеджер, турменеджер, нет такой профессии, я вас заверяю. У нас, что касается нашей профессии, из гиды, из курсовода, сейчас проводник, экстремальный туризм. Вот то, что и регистр Министерства труда и социальной защиты. Второе. Она зарегистрирована в Министерстве. И здесь, я вам скажу откровенно, прежде всего был, значит, был конкурс. Ну, там, соответствующие заинтересованные товарищи получили этот конкурс, но не в этом. Мы активно подключились. Значит, вот этот стандарт, который сейчас, по формуле нашего стандарта все профессии. То есть, вот, она, значит, соответствующим формате есть соответствующий формат, вот, и культики, клеточки и так далее для всей профессии. Подготовлю свой вариант. Я прихожу, мне присылают, как раз я летом отдыхал, совершенно другой вариант. Я должен сказать, мы должны быть признательны господину Писаревскому. Он единственный туризм, учен с Ростуризма, который владеет именно юридическими вопросами. И было задумано так, что одновременно будет приниматься закон обязательной аттестации и стандарты. Вы знаете о том, что Госдума уже, что касается закона, первое чтение было, значит, принято еще полтора года тому назад. И с тех пор Госдума на второе чтение не ставит. Вы знаете, что касается этого вопроса, это может только ставить депутаты и никто. Но вы знаете, что у нас депутаты с этого живут? Ну, какой там повестки дня, о чем там будет принять решение, они, мягко говоря, лоббируют. И когда, значит, я позвонил господине Писаревскому, он мне сказал, здесь Юра, я билица, значит, Южик, вот там руководит твой друг, Юра, Путри. Я знаю, Юра Путри руководит. Я ему звонил, Юра, он же профессор, они ведущие специалисты, я говорю, формировки, которые я прислал, что тебе не нравится. И тогда таким образом был решен, полностью прошла формировка. И я только один такой абзац прошел, что особые условия допуска к работе экскурсоводам, гидам, переводчатам могут работать гражданам Российской Федерации. Точка. Первое. Иногда говорят мне тоже юристы, что, вы знаете, документок особенно таких формировок нет, потому что мы члены ВТО. Там есть, значит, закон действует свободное предвижение капитала и рабочей силы. Но именно в ВТО документах особые условия прописаны, что гидами экскурсов могут работать только граждане Российской Федерации. Второе, то, что очень важно, что тут, то еще может быть прошедшие аттестации экспертных советов кубектов Российской Федерации. То есть региональном уровне, не то, что кто стал экскурсовом, гидами работают на территории. Питер, Питер, Москва, Москва, Сочи, Сочи. Хотя, я широко говорю, что это закон не принят. Вот это предложение, которым уже принят закон. но я, значит, рад того, что именно Министерство труда и социальной защиты утвердило этот закон, Минюст утверждало эти стандарты. То есть у нас есть первый раз федеральный документ на тягурующие действия работы гидопереводчиков. Это первое. И последнее я хотел бы сказать о будущем. Я очень много думаю о будущем. Следующий будет. Я очень рад, что педит мне. Что касается выборов, потому что мы здесь стали бы в течение пяти минут. У нас были президенты, правления, все были бы. И ревизионные комиссии, как всегда. Я вас призываю в ноябре, в декабре месяце собираться по языковой, географическим направлениям. Я готов вам предоставить помощь у наших уважаемых институтов любой аудитории на 400, на 300, на 20, на 300 человек. Вы видите, послушайте, кого хотите делегировать, какие программы, что они будут делать. Лучше даже на альтернативной основе. Так что, пожалуйста, имейте в виду, потому что мне всегда больно слышать вот ассоциации. Это не делать, но кто не делает, простите, пожалуйста, выбрать правление. Поэтому я спрошу, очень важно. И последнее, что я хотел сказать. Уважаемые коллеги, мы живем в очень тяжелом времени. Слава Богу, это не касается, но я понимаю, я знаю своих коллег, кому очень тяжело. С одной из лучших возраст, и здоровье, и то. Хочется работать, работы нет. Я как-то не хочу в какой-то форме продумать. У нас есть коллеги, которые, я не говорю миллионер, но слава Богу, состоятельные. У нас, то, что касается, которые совсем плохо, это одиночки. Это не такое большое количество. Как-то мы должны продумать, обратить на них внимание, быть более милосердным, коллегами спрямить. И какой-то формы, что мы можем, мы должны помочь. Всем поздравляю. Всех весенних праздников, начиная с мусского, женского, христианских праздников, май и так далее. Всем, как всегда, здоровья и туристов. Дорогие коллеги, ну вот, как я и обещал, к нам приехал дорогой Сергей Павлович Шпирков, который вы представляете. Дорогой, конечно, включен. Как Леонид Ильич. Вот, уважаемые коллеги, значит, и друзья, и, в общем, и партнеры. Я, с вашего позволения, много выступать не буду, потому что и у вас плотный график. Во-первых, я хотел выразить в очередной раз глубокое уважение к ассоциации к всем присутствующим, отсутствующим и к руководам, и к гидам-переводчикам, и вообще-то просто к началу вашей праздники. Я хочу сказать, что Москва фактически осталась, наверное, одним из немногих городов в России, где все-таки, ну, во-первых, где есть ассоциация, где есть сообщество. В этом сообществе немало своих проблем, и есть немало проблем общих. Но, тем не менее, сама организация ваша, по большому счету, сегодня в России уникальна. И по масштабам, и, в общем, все-таки по сплоченности, потому что у вас есть позиция и видение того, ну, как дальше развивать эту профессию. Мы стараемся взаимодействовать с ассоциацией по вопросам курсов и аттестации. Мы понимаем, что, в общем, вот существующая система аккредитации, у нее много тоже своих проблем, но она все-таки существует. И не один год у нас возникает вот вопрос и на федеральном уровне вообще вводить, вот сейчас идут поправки к 132-му федеральному закону об основах туристской деятельности, вводить туда пункта в обязательной аттестации и аккредитации, не вводить авторских, ну, представителей авторского экскурсоведения, в общем, скажем, экскурсоведения как некой свободной профессии, хотя она по определению не является свободной, но тем не менее есть достаточно немало представителей тех, которые выступают против обязательной аттестации и аккредитации. Вообще вопрос непростой, и нам, конечно, в этом вопросе нужна позиция ассоциации все-таки какой линии придерживаться. Может быть, обязательности с точки зрения доступа в музеи определенные, там, федерального значения и так далее, а все остальные, ну, что же, здесь, как говорится, сильно не прикажешь, но тогда должен быть гарантирован этот доступ, и доступ не только для гидов, но и для экскурсоводов. А тут мы сталкиваемся с целым букетом, ну, скажем так, корпоративных интересов, потому что те же музеи говорят, что нам нужно обеспечивать своим сотрудникам заработную плату не ниже средней по Москве, у нас, значит, эту установку и так далее. То есть, такой целый клубок проблем, которые все равно остаются в повестке дня, и многие из этих проблем, к сожалению, не решаются, или решаются, но очень и очень медленно, и возникают гораздо быстрее, чем решаются новые, возникают гораздо быстрее, чем решаются старые. Вот понимание всего этого у нас есть. Мы, как комитет, стараемся делать вот, ну, все возможное, чтобы отстаивать интересы сообщества экскурсоводов, гидов-переводчиков, популяризировать эту профессию, вообще сделать, ну, в конце концов, так, чтобы все-таки могли больше зарабатывать и чтобы могли заниматься, ну, любимым делом. Для того, чтобы действовать эффективнее, нам, конечно, нужно ваша общая, так сказать, консолидированная точка зрения, нам нужна фактура, вот сейчас будет, скорости будет, по всей видимости, проходить президиум госсовета по вопросам туризма и, ну, по крайней мере, по вопросам туризма и санаторно-курортного комната, скорее всего. И, конечно, вот свои предложения надо, значит, готовить, в том числе, на госсовет, поскольку отправлять в Ростуризм, к нам можно отправить, ну, и, собственно, в соответствующее управление администрации, но очень-очень четко нужно излагать вот свою позицию, прямо там, вот первый, второй, третий пункт, понятно, что многие, большинство из них, может быть, не войдет, там, особенно мелкие такие пункты, в протокольные решения, но, тем не менее, по крайней мере, о них услышат. Ну, и, конечно, есть такие больные очень вопросы, как там по стоянкам, по... Для нас остается очень тоже актуальным вопрос вот по подготовке гидов с редкими языками. Я думаю, что все-таки мы здесь найдем алгоритмы, как продвинуться в этом плане и в плане соответственно привлечения к этому молодежи, или там, не только молодежи, но уже людей со знанием этих редких языков, с другой стороны, чтобы они потом у нас моментально не уходили после там месяца, другой работы на рынке, в другие профессии более оплачиваемые и так далее. То есть, в общем, вот мне кажется, что сейчас очень важно и для ассоциаций, и для... Ну, и для нас как для комитета, и для всего сообщества, так сказать, профессионального индустрии туризма и гостеприимства при всех там сложностях отношения оператора-экскурсовода, там, железная... там, железная дорога, музей и так далее. Ну, сами знаете, хватает этих противоречий. Все-таки при этом должна быть очень четкая позиция, вот прям вот ассоциация, и у ассоциаций объекта первое, вот мы выступаем за первое, это вот это, второе вот это, третье вот это. И чтобы это были не только лозунги, но чтобы после вот этого, что мы выступаем вот за это, это само за что, это должно быть четко артикулировано, после этого должна быть четко прописано. А как мы считаем возможным этого добиться? Почему? Потому что вообще аппарат, он устроен таким образом, что там особо никто, так сказать, пока вы не предложили алгоритм, и пока этот алгоритм не просто как бы, ну извиняюсь, я не хочу сказать хотелки, но вот пока он не носит такой вот... Да, пока он не носит инструментального характера. То есть аппарат идет навстречу в решениях проблемы, когда им говорят, вот смотрите, вот такой закон выносим туда, действуем так, таким образом, на выходе получаем то-то. Вот если на любых этажах, если вот они видят вот этот алгоритм, они, ну в том числе и я, как чиновник, то, конечно, решать эти вопросы значительно легче. А если просто вот, ну счастье всем, как у Стругацких, или там, ну это, конечно, уже менее продуктивно. Не буду отнимать у вас время, о многом, как бы хотелось поговорить о вашем распоряжении. Значит, если есть вопросы какие-то, готов ответить сейчас. Если вопросов нет, то тогда прошу еще раз мои поздравления с сегодняшним мероприятием и позвольте отклониться. Но сначала вопросы. Проблема очень сложная. Почему? Потому что вы, когда отправляете автобусные туры в Европу, да, и в основном кто работал, сопровождается, не знаете, то, в принципе, в России, в Европе стоянки тоже платные. Секундочку, не, понятно, вы не про Европу, а про Москву. Вы хотите, чтобы везде в мире они были платные, а в Москве бесплатные. Вот это вот тот самый... Я так не услышу, если все вместе кто-нибудь... Нет, 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 Хорошо, можно не то, что стоянки, а там выплатить боицы-боишника, чтобы просто остановиться вытащить туристов. Значит, если бы вы видели, сколько уже исписанного бумага накладывалось руководству, у нас там вот такой ворот лежит уже различных схем парковок, значит, и стоянок, и парковочных стоянок, и остановок под сотню адресов. Ну, вопрос... Коллеги, коллеги, если мы будем общаться в формате истерики, то деструктивно. А истерики, допустим, не негатив, садов, 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 садов. Понятно. Дорогие друзья, давайте будем вести себя цивилизованно. У нас есть возможность пообщаться с писателем комитета по туризму и госсельского хозяйства Московского правительства. Мы, может быть, единственная структура, которая с утра до вечера пытается это провести. Сколько мы провели уже этих совещаний на Лен-Вокзале. Было поручение Ольги Юрьевны Голодец. Значит, нужно дальше работать в этом направлении, потому что, к сожалению, пока департамент транспорта нас не слышит. И железка кивает на департамент транспорта, департамент транспорта на ОРЖД. Давайте фактуру. И каждый раз я говорю, вот истерить можно сколько угодно. Где снимки? Где факты, которые мы могли бы приложить и отправить? Где вот эти... Как вы высаживаетесь? Где хронометраж? Что происходит с автобусами? На какое расстояние везут туристов? Ну, дайте эту фактуру, если вы так горячо в этом заинтересованы. Мы же не можем за вас ее собрать. Совершенно справедливое замечание. Я думаю, что мы сейчас Сергею Павловичу не будем мучить этим вопросом. Тем более, что он абсолютно полностью в курсе и полностью в теме. Более того, он полностью нас поддерживает. И делает все от него зависящее, как и весь комитет, для того, чтобы эти вопросы решались. Вот, спасибо. А я хочу сказать, что мы должны сами обсудить этот вопрос и принять некие решения в этом направлении, что мы и сделали. Спасибо большое. Спасибо вам. Я очень благодарен, Сергей Павлович, за то, что он нашел время между тремя разными мероприятиями, чтобы прийти с нами поговорить. Еще раз попрошу вас его поприветствовать. Спасибо. Уважаемые коллеги, короткая информация. Ревизионная комиссия, наша ассоциация, проведя проверку финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за прошлый год, 2014-й, по документам, предоставленным исполнительным директором ассоциации Сосуновой и бухгалтером Золотовой Мариной, доводить до сведений членов ассоциаций участников конференции, что доходная часть бюджета за прошлый год составила такую цифру миллион 547 тысяч. Вы слышали в докладе нашего президента, что списочные составы гидов-переводчиков у нас на сегодня числятся 1123 гида. То есть это те, которые имеют право носить карточку, кремлевскую карточку. Но оформляет, и все это проходит через нашу ассоциацию, выдается карточки. Так вот, на сегодня членские взносы за прошлый год оплатило только 798 гидов-переводчиков. Около 300 человек еще не оплатили взносы. Да вы понимаете, что за счет взносов и существует наша ассоциация, да, и работает. Насколько это болезненно отражается на бюджете, когда не своевременно, и тем более длительные долги у некоторых гидов-переводчиков. Два-три года не платят взносы. Ну вот, источник поступлений, как вы видите, это в основном членские взносы, вступительные взносы. Надо сказать, уже упомянули в этом. За прошлый год пополнился наша организация 27 гидов-переводчиков и 61 экскурсовод. Ну и были погашения задолженности. И еще одна статья был коллективный взнос сообщества гидов-переводчиков и экскурсоводов Садовое кольцо. Такая организация. Это одноразовый годовой взнос 5000. Ну вот, из этих статей складывалась наша доходная часть, этот миллион 547 тысяч. Но расходы превзошли в прошлом году, значительно превзошли эту сумму. Расходная часть, она так, из трех блоков у нас состоит. Первый блок — это непосредственно те статьи, которые относятся к нашей профессиональной деятельности. Первый — это взносы в Европейскую ассоциацию и во Всемирную ассоциацию. Сумма внушительная была, это 238 с половиной тысяч. Но мы оплатили эти взносы за 14-15-е годы, это в Европейскую ассоциацию, и 13-16-е годы, это вперед уже во Всемирную ассоциацию, используя возможность, что наша делегация в этом году присутствовала на Всемирной конференции в Праге. Затем в статьях проведения конференции в прошлом году тоже расходы были в сумме свыше 60 тысяч. Встречи с турфирмами, методические материалы приобретали. И наша библиотека пополнялась новыми, хорошими, очень качественными книгами о Москве. И также статья «Материальная помощь», это мы всегда планируем, оказывалась «Материальная помощь» четырем нашим коллегам в прошлом году. И на все это ушло где-то свыше 412 тысяч рублей. Второй блок расходов — это технический такой, на содержание и покупка новой техники, там принтер, картриджи, содержание техники, плата за интернет, плата за аренду помещения, тоже 158 тысяч в прошлом году, приобретение канцтоваров и расходных материалов, транспортные расходы, все, что не о почтовые расходы, банковские гарантии оплаты, новый договор, статья была на электронной отчетности, архив, который в прошлые годы не практиковалось. На все это было использовано и зарасходовано 342,5 тысячи рублей. Ну и третий блок — это фонд заработной платы у нас. Это исполнительный директор, бухгалтер и методист. Расходы составили 1 миллион 42 тысячи. И общая сумма расходов составила 1 миллион 968 тысяч 247 рублей. Вот так точно. То есть дефицит, если мы доход с расходом сопоставим, составил в прошлом году 421 тысячу с лишним. 421 тысячу. Но комиссия проанализировала статьи расходов, а также суммы, выделенные в проекте бюджета прошлого года. Их реализация установила, что все важные для функционирования нашей ассоциации статьи расходов освоены полностью, некоторые из них даже со значительным перерасходом, не запланированным проектом бюджета. Что объясняется объективной ситуацией, как-то взносы в международной организации, о которой я сказала, мы оплатили за 2 года и вперед даже за будущий год. Затем необходимость закупки новой техники. Это тоже потребовала сумму большую взносы за электронную обработку документов и так далее. Заключение ревизионной комиссии при очередной проверке финансовой документации указало исполнительному директору на некоторое небрежное введение ведомостей по уплате взносов, особенно во время ежегодных конференций. Что затрудняло для комиссии ревизионную финансовую отчетность. Этот вопрос рассматривался на одном из последних правлений. Ассоциация исполнительного директора приняла эти замечания, сведения, обещали установить, устранить эти недостатки сейчас. Более того, было принято решение взносов на конференциях не принимать именно по этой причине. Ну а в остальном все финансовые и бухгалтерские документации находятся в надлежащем порядке. Финансовые траты за 2014 год осуществлялись с рассмотрением и согласием большинства членов правления и приняты целесообразные информации. Спасибо. Вопросов нет. Надо поблагодарить Татьяну за многолетнюю первую работу в ревизионной комиссии. Это, конечно, очень приятно, что у нас такие ответственные и внимательные люди есть среди нас. Прошу вас принять сведения и проголосовать за то, чтобы утвердить... Есть вопросы? Прошу вас. А, прошу вас проголосовать за то, чтобы принять отчет ревизионной комиссии. Кто запрошу голосовать? Спасибо. Кто против? Два человека против. Девушки так заговорились, что решили проголосовать против. Спасибо. Кто сдержался? Спасибо. Единогласно. Спасибо еще раз, Татьяна Тимофеевна. Позвольте предоставить слово о технической информации нашему исполнительному директору Ларисе Сосуновой. Дорогие друзья, у меня действительно буквально несколько технических замечаний. Я бы хотела, чтобы, что называется, слушать и не говорить, что не слышали. Передайте соседям и товарищам, коллегам. Во-первых, напоминаю, что ассоциация по-прежнему работает в понедельник, среда, пятница с 11 до 16. С 15 апреля по 15 сентября. То есть в низкий сезон туристский. С 15 апреля по 15 сентября, соответственно, в высокий сезон. Мы работаем и ждем вас по вторникам и четвергам. Не ломитесь в понедельник. Но в любом случае всегда существуют экстренные случаи, когда вы можете позвонить. Телефон мой везде написан, уже не знаю. Еще раз запишите, у кого его нет. 8-916-618-84-44. Он написан на всех стенках в ассоциации. В любом случае вам всегда его дадут. 8-916-618-84-44. В экстренных случаях. Особенно что-то, если летом случается с Кремлем. Это наша любимая история. Кто-то что-то где-то забыл. У нас стали очень часто гиды забывать свои аккредитационные карты почему-то в Третьяковке. Кто-то забывает кошельки в метро и опознают только по нашим членским билетам. Это тоже хорошо. В любом случае, пожалуйста, все такие экстренные моменты. Звоните, мы всегда на связи. Это первое. Второе. Все, что касается кремлевских карточек. Убедительно прошу. Запомните, что с этого года мы на договор с Кремлем перешли на календарный. То есть с 1 января. Раньше были, помните, мы в феврале всегда все меняли. И вы всегда знали, что где-то в районе февраля надо появиться, чтобы там поменять. Сейчас это нужно все делать. В декабре месяце. Я вас убедительно прошу. Карточка кремлевская, которую вы все получили, она у вас у всех на руках. Внизу, у кого есть, можете просто достать и посмотреть. Повторюсь еще 155 раз. Внизу стоит дата. Действительно, до 1 марта какого-то года. И у всех год разный. Обратите внимание, это не есть действие кремлевской карточки. Это действие напоминания вам, когда у вас действует ваша основная городская аккредитационная карта. Срок действия карточки, которая у вас на руках, кремлевская, до 31 декабря 2015 года. Вот это вы должны четко уяснить. Чтобы в январе у вас не было истерики, вы не звонили куда-нибудь, не знаю, в 03 и не говорили срочно лучше что-то сделать. Поэтому, пожалуйста, эта карточка кремлевская у вас на календарный 2015 год. У кого еще есть вопросы по действию карточки? Да. Кто не получил карточки? Таких у нас 320 человек. Не удивлена они нисколько. У нас еще раз говорю, 1100 где-то порядка. У нас хорошее отношение.